Ну что ж, всем привет! Мы с вами начинаем сейчас лекцию, посвященную осветительным приборам нашей жизни. Причем это... Почему я выбрал именно эту тему? Почему мы хотим это обсудить? Потому что это вещь неразрывно связанная со всей историей человечества, с нашим с вами повседневным обитанием, с производственным процессом и так далее. Как только человек выбрался из пещеры, стал строить себе дома, здания, это были замкнутые поверхности, внутри которых, конечно, было темно. Чтобы закрыться от холодов, нужно было все изолировать. Если все изолировать, то свет от солнышка к нам не попадает, и, соответственно, необходимо так или иначе освещать все вокруг. Поэтому неразрывно на протяжении всей истории так или иначе совершенствовался процесс, по изготовлению осветительных приборов. Мы с вами пройдемся по порядку по всему, что было создано человечеством, и разберемся, как это все работает с точки зрения физики. Постараемся максимально подробно, но, естественно, в пределах того, что мы, в принципе, можем с вами осилить на нашем уровне знания физики. Сейчас вы видите по порядку все способы освещения, начиная от обычного костра и заканчивая современной светодиодной лампой. Конечно же, мы не будем с вами долго задерживаться на костре, свечах и мысленных лампах. Здесь процесс самый-самый простой. Люди огонь добыли, люди увидели, что он не только греет, но еще и светит. Поэтому, поджигая разные вещи, сначала ветки, потом фитиль в воске, потом масло, люди огнем освещали все вокруг себя. Но, думаю, здесь не стоит объяснять, что это, во-первых, неэффективно, потому что не так уж ярко все это светит. Во-вторых, абсолютно небезопасно сейчас по любым требованиям пожарной безопасности. Обязательно требуется не допускать открытого огня в любом помещении, да и практически в любом месте. И возникла острая потребность в том, чтобы освещать все вокруг как-то безопасно, чтобы дождик это не потушил, чтобы в здании это спокойно можно было делать, и чтобы это не требовало больших затрат и больших усилий. Что же в таком ситуации люди придумали? Давным-давно, очень легко это понять было, что абсолютно любое тело, если его нагревать, оно светится. Люди плавили металл, и во время плавки он светился достаточно ярко. Люди нагревали другие объекты. В общем, это было понятно. Конечно же, все это поддается определенным описаниям с точки зрения формул. И, в принципе, излучение, которое создает любое нагретое тело, это тепловое излучение. Его можно так или иначе описать формулой Планка. Хотя она описывает скорее интенсивность свечения абсолютно черного тела, коим не является практически ни одно из тел, о которых мы сегодня будем говорить, тем не менее, в той или иной степени она применима, эта формула, к освечениям нагреваемых объектов. Формула непростая и сложная, но что нам здесь самое главное? Нужно заметить, что у нас здесь есть экспоненты, и у нее в ее степени в знаменателе содержится температура. И вся эта формула в итоге, она показывает, как связана энергия излучения, температура и длина волны этого самого излучения. В итоге что у нас получается? В итоге получается, что чем сильнее мы нагреваем тело, тем у нас сильнее меняется его излучение. Причем здесь происходят два процесса. Во-первых, на графике вы видите, что чем сильнее тело нагревается, тем сильнее его излучение. По горизонтальной оси у нас отложена длина волны излучения, по вертикали энергия. И, соответственно, видно, что сильнее. Но второй очень важный момент, и он основополагающий для того, о чем мы будем говорить дальше, это то, что с увеличением температуры у нас излучение смещается в сторону коротких длин волн. Соответственно, не любое излучение нам подходит. Мы с вами видим излучение в достаточно узком световом диапазоне, примерно от 400 нанометров до 700. И нам необходимо, если мы хотим, чтобы некая нагретая вещь освещала нам все вокруг, чтобы она излучала именно в этом световом диапазоне. А любой свет — это, естественно, волна, которая как раз-таки обладает определенной длиной. И сегодня, возможно, я иногда буду говорить не о длине волны, а о частоте. В таком случае, конечно, не пугаемся, у частоты длины волны связь достаточно простая. Мы скоро светоделим на длину волны, получаем частоту. Чем больше длины волны, тем меньше частота. Здесь все достаточно просто. Как итог, идеальное освещение — это такое освещение, которое совпадает с тем, что нам дает солнышко. И мы можем здесь посмотреть, какое у нас излучение от солнышка. Очень большой процент, 52%, находится прямо справа на нашей диаграмме. Это инфракрасное излучение. Мы его не видим, оно в основном приносит нам скорее тепло, чем свет. И 43% солнышка, точнее 43% света от солнышка, оно находится в видимом диапазоне. То есть абсолютно весь свет от фиолетового до красного, от солнца до нас доходит. И немножко ультрафиолета, который небезопасен для нас. Но, к счастью, природа нас защитила от него озоновым слоем. И процент совсем маленький, поэтому здесь проблем больших нет. Мы бы хотели создать объект, который будет нагреваться и, соответственно, для нас светить. В идеале как солнышко, то есть всем видимым диапазоном. Соответственно, мы видим, что чем сильнее нагрето тело, тем более короткая длина волны у его теплового излучения. И, соответственно, если мы нагреваем тело, как правило, до температуры больше 843 градусов Кельвина, то у нас как раз таки излучение заходит в зону красного света. И свет начинает быть видимым, он может освещать все, что у нас есть вокруг. Если же мы хотим получить весь диапазон, как от Солнца, то нам необходимо в идеале тело нагреть до 5700 градусов Кельвина примерно. К сожалению, это очень много градусов, и нету тел, которые спокойно бы можно было нагреть до такой температуры, чтобы они оставались твердыми, чтобы они оставались целыми и освещали нам все вокруг. Поэтому в итоге мы получаем, что реальные тела мы можем нагреть где-то до 2300-3100 градусов Кельвина. Это нам позволяет сделать самые тугоплавкие материалы, которые выдерживают большие температуры, не плавясь, и при этом светят нам, освещают нам путь. Соответственно, Вольфрам позволяет это сделать, потому что температура выплавления гораздо больше 3683 градусов Кельвина. Именно поэтому в том числе Вольфрам активно используется как раз-таки в лампах накаливания, самых первых лампах, которые, в принципе, человечество создало. И, как мы знаем, даже до нашего времени они сохранились, хорошо работают и выполняют свои задачи. Но, говоря о Вольфраме, мы немного забегаем вперед, потому что не так все просто. Поняли, как тело нагревается и светит, взяли Вольфрам, поставили его в лампочку, и все хорошо заработало. На самом деле, довольно-таки долгим и тернистым был процесс создания электрического освещения. Причем до этого у нас освещалось все исключительно масляными лампами. Оно горело, свет был. Но мы уже говорили, какие минусы в этом есть, поэтому пойдем по порядку. Что же произошло? В 1854 году Генрих Геббель создал и запатентовал лампу, в которой телом нагрева, то есть именно та часть лампы, которая нагревается и светит, была бамбуковая нить. Не очень практично, не очень долго такие лампы работали, но, тем не менее, это был первый шаг, первый патент, который позволил начать продвижение в сторону осветительных приборов. Далее наш соотечественник Александр Лодыгин усовершенствовал лампу накаливания и вместо бамбука использовал угольный стержень. Угольный стержень выдерживал, освещал ярче, и все работало гораздо лучше. В это время параллельно за океаном Томас Эдисон пробовал множество-множество различных вариантов тел нагрева. Тел, которые можно использовать, чтобы греть их и у нас был вокруг свет. В процессе своих изысканий он пришел к выводу, что платина подходит достаточно хорошо. Соответственно, именно это он запатентовал и старался продвигать. Самый интересный факт здесь заключается в том, что лампу с угольным стержнем, прототип этой лампы был изобретен еще до бамбуковой лампы, а платину использовали еще до прототипа с угольным стержнем. То есть все было как бы в обратном порядке, но мы понимаем, что сделать прототип и сделать полноценный рабочий вариант, который можно пустить в производство и активно использовать, это, конечно, совершенно разные вещи. И здесь процесс этот очень сложный. Спустя год после того, как Лодыгин создал и запатентовал лампу с угольным стержнем, также была модифицирована немного эта технология, и вместо угольного сплошного стержня использовались уже телонагрева из угольных волосков. Причем заключалась там работа в том, что как только определенный волосок перегорает, сразу же в дело вступал другой. Это так или иначе помогло продлить жизнь одной лампочки, но мы должны здесь понимать, что это все еще были лампы, которые жили очень недолго. Как мы видим, не Томас Эдисон начал вообще думать об электрических лампах, лампах накаливания. Почему же тогда очень много людей считают, что он как раз-таки создал лампу накаливания? Мы видим, что не он первый придумал, и что даже не он придумал использовать именно Wolfram. Но дело в том, что Томас Эдисон, во-первых, параллельно с поиском новых материалов, он создал множество вещей. Он создал переключатели для этих ламп, он создал унифицированные цоколи, благодаря которым любой, грубо говоря, любой человек мог сделать свою лампочку, правильный цоколь в ней использовать, и эту лампу можно было использовать абсолютно везде повсеместно. Поэтому Томас Эдисон, он внес очень большой вклад в том, чтобы все человечество постепенно перешло с масляного освещения на освещение электрическое. Ну и, наконец, ну не совсем наконец, Юст и Хамон использовали первый Wolfram в своих лампах накаливания. Почему же целых 50 лет прошло с момента, когда решили попробовать использовать нагрев тел в освещении, до момента, когда нашли Wolfram, который, как понимаем, работает просто замечательно? Здесь, конечно же, все упирается в вопрос производства и экономичности. Мы понимаем, что когда не было электрического освещения, даже электротехники в принципе практически не было. И, соответственно, не было никакой нужды добывать, обрабатывать Wolfram в больших объемах. Поэтому Wolfram был очень невыгодным в экономическом плане. Его просто не изготавливали и не изобретали. Но прогресс не остановить. Если Wolfram подходит замечательно, то постепенно это все наладится, будет спрос, будет предложение. В итоге в 1906 году Ладыгин совершенствует модель лампы с Wolfram. Он продает этот, он патентует эту технологию и продает патент компании General Electric, которая постепенно начинает эту лампу вводить в всеобщее пользование. Но, опять же, пока что это очень дорого и очень невыгодно. Но в 1910 году происходит замечательное событие. Уильям Кулич, он разрабатывает удобный, экономичный и недорогой процесс по изготовлению вольфрамовых нитей. После этого, соответственно, постепенно лампы становятся все дешевле и дешевле в изготовлении и использовании. И уже ничто не мешает их повсеместному внедрению. Конечно же, здесь вопрос не только в том, чтобы найти подходящий материал. Когда я сказал, что Ладыгин усовершенствовал лампочку с использованием вольфрама, здесь играет роль очень много различных факторов. Например, вы знаете, что в лампе у нас не просто вольфрам, а, как правило, вольфрамовая спираль, причем закрученная порой даже несколько раз. Это сделано абсолютно, естественно, не просто так. Дело в том, что основная цель для того, чтобы тело нагрева у нас светило, это нагреть его до определенной температуры и эту температуру удерживать при помощи электрического тока. Соответственно, если у нас тело горячее, находится где-то в воздухе, в пространстве неважно, оно, помимо того, что нагревается, оно еще и остывает. То есть тепло к нему с одной стороны подводится, с другой стороны отводится. Закрутив вольфрам в спираль, Ладыгин уменьшил пространство, которое находится вокруг нашей спирали. То есть масса спирали больше, пространство вокруг такое же, соответственно, благодаря этому было проще поддерживать горячую температуру этой вольфрамовой нити. Ну и также очень важный момент состоял в том, что вольфрамы, лампы накаливания, они в принципе недолговечные. Например, Томас Эдисон, когда он начал яро вводить электрическое освещение, он делал это с лампами накаливания, срок жизни которых не превышал 40 часов. Сейчас мы понимаем, что лампочка, которая может работать всего лишь 40 часов, это не очень здорово, это не очень долго, но тем не менее именно с этого все и началось. Здесь играет важную роль процесс деградации материала. Разумеется, нельзя просто брать какой-то металл, нагревать его до достаточно высоких температур и делать это бесконечно. Постепенно материал испаряется и деградирует. Как же с этим воролить? Ну, во-первых, наверняка вы знаете, что практически всегда в лампах накаливания выкачан воздух. То есть пустая она, в ней нет никакого воздуха. Это как раз-таки позволяет препятствовать испарению, препятствовать окислению и так далее. Также появились галогенные лампы накаливания. В чем заключался их принцип работы? Что воздух из колбы не просто выкачивался, заполнялось это пространство определенным газом, соответственно, который не препятствовал испарению. Но что он делал? Частички, ну, например, вольфрама, они из-за нагрева испаряются. Но дальше они взаимодействуют с этим газом таким образом, что после этого обратно опускаются на вольфрамовую нить. Таким образом, частички взлетают, опускаются и никуда не пропадают, остаются частью этой нити, нить спокойно нагревается и работает. Таким образом, лампа накаливания, хоть это и то, с чего мы начинаем сегодня, и то, что уже постепенно выходит, грубо говоря, из моды, является не таким уж и простым объектом, в котором заложено много сложных, к счастью, решенных вопросов. Только тот факт, что для изготовления одной лампы накаливания нужны семь разных металлов, говорит нам о том, что мы должны гордиться таким изобретением и радоваться, что ученые до этого у нас дошли. Но, казалось бы, хорошо работает, все здорово, нагреваешь, светит, достаточно долго светит. Но в чем же у нас основные минусы работы лампочки накаливания? Начнем, конечно, с плюсов. Во-первых, лампа накаливания у нас дешевая, наверняка вы когда-нибудь покупали лампочку, знаете, что она просто по факту дешевая, в том числе и в изготовлении. Также она очень компактна, по сути, грубо говоря, нам ничего не нужно, кроме небольшого куска стекла с пустотой внутри и вольфрамовой нити, которая так или иначе подключена к источнику тока. Также очень важный здесь момент, который будет для нас критичен, когда мы говорим о следующих лампах, это время отклика. Вы знаете, что мы нажимаем выключатель, лампочка сразу светит, потому что очень быстро происходит нагрев, опять же из-за того, что пустота у нас внутри стекла и тепло очень слабо от нити отходит. Ну и лампа накаливания, она безопасна, даже не только в отличие от костров и масляных ламп, о которых я говорил до этого, но и от будущего изобретения. Абсолютно герметично закрытая, хоть и горячая очень вольфрамовая нить. Если лампочку руками не трогать, то ничего не произойдет. Всегда в лампу встроена система предохранения, что если у нас перегорает вольфрамовая нить, то она разрывается, между ней может образоваться электрическая дуга, но, как правило, в лампах есть система предохранения, которая в случае большого роста силы тока из-за этой дуги реагирует так, что перегорает другое место, которое расположено уже ближе, гораздо к цоколю, и лампочка, ну, то есть нить перегорает, и все, перестает идти электрический ток, ничего там не возгорает, не взрывается и так далее. Плюсы достаточно логичные и обычные. Но что же о минусах лампочки? Во-первых, все мы наверняка знаем, у лампы накаливания очень низкий КПД, от 5 до 13%. Связано это как раз таки с тем, как у нас работает излучение нагретого тела. Да, максимум у нас сдвигается в зависимости от температуры. Мы это с вами видели в самом начале, когда говорили про формулу Планка. Но вы также видели, что у нас все длины волн, которые больше, чем граничные, там также происходит излучение. Очень много излучения у нас в инфракрасном диапазоне, а это энергия, которая, к сожалению, уходит в никуда. Во-вторых, лампа накаливания имеет короткий срок службы. Даже после всех тех изысканий, которые совершили, чтобы лампы накаливания работали хорошо и долго, примерно 1000 часов лампа накаливания может работать. После этого уже никто вам ее работу не гарантирует, скорее всего, она перегорит или просто начнет хуже светить. Также это можно считать как плюсом, так и минусом то, как лампа реагирует на напряжение. Сейчас мы поговорим о плюсе как раз таки, точнее о минусе, а о преимуществе поговорим, когда уже будем говорить о газоразрядных лампах. Но что мы понимаем? Лампа накаливания и ее светимость резко зависят от напряжения. В дальнейшем мы покажем формулу закона Джоу Ленца. Но, тем не менее, все мы понимаем, что чем больше напряжение, тем больше тепла будет выделяться на нити. Соответственно, если напряжение высокое, нить нагревается хорошо и сильно, и светит ярко. Если же напряжение будет слабым, хоть немного, то уже и тепло будет меньше, и, соответственно, светить лампочка тоже будет слабее. Эта зависимость у нас достаточно резкая. Ну, также низкая цветовая температура. Как я уже говорил, чтобы светило идеально, как солнышко, нужно нагревать лампу в два раза сильнее, чем мы можем это делать в реальной жизни. В нашем же случае у нас излучение находится в красных и желтых зонах спектра. И наверняка вы можете замечать, что по сравнению с энергосберегающими лампочками, которые в свое время начали все хвалить и повсеместно использовать, лампа накаливания имеет действительно желтоватый цвет. Конечно, от модели к модели может это отличаться, но, тем не менее, никакой синей части спектра у лампы накаливания по определению быть не может. Просто нельзя нагреть твердый материал так сильно, чтобы он излучал в этой зоне спектра. А это, соответственно, влияет, во-первых, на цветопередачу, когда у нас освещена комната, мы не можем ярко, хорошо разглядеть различные цвета. И никогда освещение, которое отличается от солнечного, не сказывается благоприятно на нашем зрении. Всегда это, наоборот, идет нам в ущерб. Ну и хотя я говорил о безопасности лампы накаливания, в том плане, что она защищена корпусом и ей не страшна практически вода и механического здесь, тем не менее, она пожароопасна. Только мы повредим внешнюю оболочку, и при этом лампа продолжит работать, у нас будет просто разогретый до двух с лишним тысяч кусок металла в розетке. Это действительно пожароопасно, может быть, и это явно не идет в плюс лампе накаливания. Конечно же, именно низкий КПД, он и сподвигал людей на то, чтобы развивать и придумать новые способы для освещения всего, что у нас происходит вокруг. Потому что двигателем прогресса чаще всего выступает именно экономика и экономия. Люди хотели производить приборы, которые будут хорошо работать при меньших затратах. И здесь мы можем плавно переходить к следующему виду ламп. На самом деле, переход к ним, по сути, исторически был очень плавный. Газоразрядные лампы. Первый момент, когда вообще были какие-то зачатки, идеи о том, чтобы с помощью газа что-то освещать, произошли в 17 веке. Человек, ученый, очень хороший, перевозил барометр. Просто в машине, если они тогда были, возможно, в телеге они тогда вроде все еще были. Так вот, он перевозил барометр, и одна из частей этого прибора являла собой замкнутый стеклянный сосуд, в котором находился инертный газ. Хотя тогда понятие инертного, тогда даже не все газы знали, какие они существуют, потому что неон, ксенон, например, открыли сильно позже. Но тем не менее, он перевозил это в машине или в телеге. При перевозке у нас все трясется, и начинает накапливаться статическое электричество. Наверняка вы знаете, что сейчас, когда машина в баллоне везет какой-то газ, особенно взрывоопасный, часто просто привязывают электрическую цепь, которая скользит за машиной по земле. Это как раз-таки нужно для того, чтобы накапливающееся статическое электричество уходило в землю, проще говоря, заземлялось. В противном случае, конечно, электричество накопится, может пробежать искра, и весь газ взорвется, и это будет очень плохое событие. Так вот, тогда о таком практически не думали, и что увидел в итоге наш человек, который перевозил барометр. Соответственно, у него была колба с газом. И из-за того, что накопилось статическое электричество, эта колба начала немножечко светиться. Сомневаюсь, что тогда кто-то в принципе понял, как это и почему так заработало, но тем не менее этот момент был задокументирован, он известен. Что же происходило у нас дальше? А дальше, прежде чем мы переходим именно к газоразрядным лампам, которыми мы можем освещать комнаты, естественно, нужно поговорить о неоновых трубках. Что это вообще такое? Это, соответственно, трубки, каждый из которых есть определенный газ, и они могут светиться определенным цветом. Очень красивое, на самом деле, явление. Видел это вживую. Прямо набор трубок, все светятся разными цветами. Это очень круто. Но как вообще к этому пришли? Итак, был такой человек, своего рода ученый, он тоже своего рода ученый, Жан-Клод. Здесь хочется какую-то фамилию, как Жан-Клод Ван Дамм, но Жан-Клод это полное имя. Так вот, он хотел зарабатывать, как все мы хотим зарабатывать, и его идеей было создать технологию по сжижению воздуха, чтобы потом этот жидкий воздух продавать, например, в больнице или сварщикам. Он им необходим. И в процессе этого процесса, сжижения, получался побочный продукт. Какие-то непонятные газы, которые от этого воздуха оставались. Как раз-таки стал очень знаковым для него 1898 год, когда были открыты три инертных газа, неон, ксенон и криптон. Абсолютно в этом же году произошла выставка, где очень ярко были продемонстрированы трубки Мура. В принципе, выставка была не то чтобы научной, но там стояли высокие, под 6 метров трубки, ну хотя 6-метровые сложно назвать трубки, полноценные трубы, которые ярко светились красноватым цветом. 6-метровая вещь, если светится, то уж точно ярко. Эти трубки были заполнены определенным газом, именно СО2, то есть углекислым газом. Соответственно, они были подключены к электричеству и за счет этого светились. Конечно же, это была вещь сделана просто для привлечения внимания. Яркий свет всегда привлекает внимание. И минус их большой заключался в том, что постоянно переходилось этот газ менять, потому что они светились, это тусклее, это тусклее, нужно было полностью закачивать в них заново углекислый газ, и они снова светились. Почему так происходило? Потому что газ углекислый, который находился в этих трубках, он нещадно взаимодействовал с электродами, с помощью которых подключалась трубка к электрической цепи. И поэтому приходилось заполнять новым газом. Так вот, Жан-Клод увидел в этой технологии большой потенциал. Во-первых, как я и сказал, открыли в этом же году три инертных газа. И инертные газы, на то они и инертные, что в отличие от углекислого газа, не особо хотят, да и практически не взаимодействуют с электродами. И как раз-таки именно эти инертные газы и получались, как продукты отхода в процессе сжижения воздуха. Так что сделал Жан-Клод? Он попробовал сделать типа такой же трубки Мура, только заполнить ее неоном. Неон он как раз-таки получал. И очевидно, что он увидел. Ну, для него это было не очевидно, возможно, и для вас тоже не очевидно, но он увидел красное свечение. Заполнил трубку газом неон, подключил электроды с двух сторон, подал напряжение, и газ начал светиться. Соответственно, после этого момента Жан-Клод больше никак не участвовал в разработке технологий по сжижению воздуха. Он полностью переключился на разработку этих газонаполненных трубок. Что с ними делать? У тебя есть трубка газовая, она светится красным цветом. Его друг предложил ему использовать эту технологию для рекламы. И действительно, Жан-Клод в 1911 году патентует технологию неоновых трубок, то есть трубки, которые светятся красным светом, причем при достаточно низком напряжении, то есть не сильно энергозатратные. И дает право пользоваться этой технологией различным заведениям, которые могли делать на улицах красные вывески. Соответственно, первым таким заведением была вообще парикмахерская. И в чем прелесть? Ну, во-первых, все мы знаем, что красный цвет, он сильно привлекает внимание. Можно даже найти там объяснение в истории и в биологии, потому что красный цвет в природе, в дикой, редко сочетается с чем-то хорошим, потому что красные у нас розы, маки и кровь. Соответственно, красный цвет, он очень сильно привлекает внимание, и наверняка многие из вас знают, что красный цвет в том числе пробуждает аппетит, что тоже очень выгодно для различных заведений общепита. Макдональдс, KFC — это не реклама, но у всех у них красные или с содержанием красного логотипа. Но, как я и сказал, первое заведение, которое воспользовалось этой технологией, была вообще парикмахерская. И на самом деле у красного цвета на улице есть еще одна деталь, которая сильно не очевидна. Здесь немножечко вспомним оптику и такое явление, как дисперсия. В упрощенном смысле суть дисперсии заключается в чем? Мы уже выяснили, что свет может быть красным, зеленым, синим, и это зависит от его длины волны. Наш белый свет общий — это сумма всех возможных цветов. Так вот, каждый из этих цветов, то есть свет каждой длины волны, он преломляется по-разному. Это вы можете видеть абсолютно каждый день, потому что солнышко светит белым светом, а небо синее. Потому что когда небо, солнышко над головой, красные лучи преломляются не сильно, а вот синие лучи, которые находятся в противоположной стороне спектра, то есть имеют самую маленькую длину волны, они преломляются гораздо сильнее. Поэтому нам в глаза падает именно цвет синего неба. Поэтому, например, на рассвете и закате вокруг солнышка у нас красное. Но суть заключается немножко не в том. Суть заключается в том, что наш глаз — это, по сути, тоже линза, в которой свет преломляется. И в итоге из-за того, что синий цвет преломляется сильнее всего, нам кажется, как будто синие вещи находятся дальше, чем на самом деле. И напротив, красный цвет преломляется слабее всего. Из-за этого всегда то, что имеет красный цвет, кажется нам гораздо ближе. А если что-то кажется нам ближе, мы можем туда идти. Это не работает из разряда, что вывеска находится в двух километрах, и мне кажется, как будто она вода в двух шагах от меня. Но на подсознательном уровне это помогает, точнее, помогает маркетологам завлекать к себе клиентов. Поэтому красные неоновые вывески, неоновую трубку именно первую придумали, и она распространеннее всего была. Наверняка чаще всего вы видели именно красные вывески. Но, как мы понимаем, цвет у трубки может быть совершенно разным. Это, конечно, хорошо. Вот только не очень-то много общего эти трубки, которые цветятся определенным цветом, имеют с нашей задачей, мы ведь хотим освещать все белым светом, как от солнышка. И второй вопрос. А как это вообще работает? Почему, если мы через какой-то газ пропускаем свет, пропускаем, точнее, электрический ток, он у нас начинает светиться? И для начала разберемся именно со вторым вопросом, как газоразрядные трубки вообще работают. Представим молекулу газа. Есть какое-то ядро, и вокруг нее по своим орбитам, условно, летают электроны. Здесь все очень упрощено, но, тем не менее, достаточно для того, чтобы было понятнее. Конечно, орбит может быть больше, электронов может быть больше, но примерно так это работает. Далее у нас газ, в нем очень-очень-очень много таких молекул. И мы, соответственно, загоняем его в трубку, в которой у нас есть два электрода. Второй электрод нас сильно не интересует. Он нужен будет, чтобы ловить электрический ток в конце. Нас больше интересует электрод, грубо говоря, первый. Что происходит с ним? Он начинает под действием внешнего напряжения вырабатывать и выпускать электроны. Этот процесс называется электронной эмиссией. Это может быть за счет нагрева этого электрода. То есть мы нагреваем электрод, у него сообщаемо много энергии, соответственно, у электронов внутри электрода тоже появляется много энергии, и они вылетают из электрода. Либо же под действием внешнего поля. Но не так важна для нас причина, сколько нам важно следствие. Электрон с этого электрода вылетает и взаимодействовать начинает с молекулой газа. Опять же, здесь у меня электрон явно врезается в другой электрон, но, тем не менее, это упрощенная модель. Суть в том, что он взаимодействует с молекулой и может произойти две ситуации. Сначала рассмотрим первую. Электрон в этой возбужденной молекуле, то есть электрон с электродами взаимодействовал с молекулой, она стала возбужденной, то есть один из электронов перешел на верхний уровень, на другую орбиту. Но изначально он там не был. Это не его родное место. Ему там неприятно. Это состояние для молекулы неестественно, поэтому неизбежно этот электрон спустится обратно на свой уровень. Однако это произойдет уже не так просто. На верхний уровень он перешел, потому что ему энергию передал электрон с электрода. А вот чтобы спуститься обратно, ему надо эту энергию снова отдать. В результате эта энергия выделяется в виде фотона. Фотончик — это как раз-таки частичка света, грубо говоря. И здесь очень важный момент, что это не какие-то общие моменты, здесь все очень сильно завязано на числах. Здесь конкретные у всего значения. Электрон на одной орбите имеет энергию Е1. Электрон на второй орбите обязательно имеет конкретно четкое значение энергии Е2. Соответственно, фотон, который излучается, когда электрон со второго уровня переходит на первый уровень, обладает энергией, равной разнице энергии этих двух уровней. Е2 минус Е1. При этом энергию фотона еще всегда можно записать как H乳. Очень известная формула Е равно H乳 у нашего физического факультета, причем не у единственного, даже эмблема с отсылкой к этой формуле. Так вот, H乳 — это постоянная планка, просто число, умноженное на частоту излучения. Либо же, как я говорил ранее, частоту можно перевести в длину волны, и мы получаем, что в результате этого электронного перехода у нас вылетает электрон с энергией Hc делить на лямбда. H — это постоянная, C — это скорость света, тоже постоянная, в знаменателе длина волны. Соответственно, фотон обладает четкой определенной длиной волны. А четко определенная длина волны, как мы помним, — это конкретный цвет. Ну и в результате энергии этих уровней могут быть самыми разными. У разных газов, которые состоят из разных молекул, эти энергии разные. При разной плотности и давлении газа эти уровни энергии могут быть разными. И мы можем подобрать такой газ в таком состоянии, чтобы эта энергия соответствовала конкретной, необходимой нам длиной, длине волны. Например, мы хотим, чтобы в результате такого облучения у нас выделился фотон синего цвета. Ну, так, конечно, не принято говорить, но, в общем, излучение синего цвета. Тогда мы просто решаем обычное уравнение. Hc и лямбда, мы подставляем H, постоянную планку, C — скорость света, и лямбда — длина волны для синего цвета примерно 700 нанометров. И получаем, что тогда разность энергии должна составлять 4,97 на 10 минус 19 джоулей. Это очень маленькое значение, поэтому в таких случаях энергию, как правило, считают в электрон-вольтах. Перевод очень простой. Энергию делим на заряд электрона и получаем энергию в электрон-вольтах. Суть в том, что это энергия, которую получит... Один электрон-вольт — это энергия, которую получит электрон, если поместить его... Ну, если он пройдет разность потенциалов — 1 вольт. В общем, это просто другое обозначение для энергии. В дальнейшем мы еще будем им пользоваться. Соответственно, нам просто нужно подобрать газ, у которого разница между энергией уровней составляет 3,1 электрон-вольта. И самое главное здесь что? Вот такой фотончик излучается. Но это всего один фотон, казалось бы. Но это ведь просто модель. На самом деле на электроде... От электрода вылетает очень много электронов. Они взаимодействуют с очень большим количеством молекул. При этом я говорил, что такая ситуация, которую мы сейчас описали, это первый возможный случай. Во втором случае электрон может не перевести электрон-молекулы на другой уровень, а в принципе выбить его от ядра. И тогда уже два этих электрона полетят дальше, возбуждать остальные молекулы. В итоге таких процессов происходит очень-очень много. Они происходят постоянно и излучается очень много фотонов с конкретной энергией, то есть с конкретной длиной волны. И мы получаем достаточно четкое, при соблюдении всех условий, достаточно яркое свечение. Но, как говорилось ранее, свечение конкретной длины волны, то есть конкретного цвета. Мы же хотим использовать этот процесс, который происходит в газе, для того, чтобы получать четкий белый цвет. И здесь есть два варианта. Один простой, но не очень хороший. Второй сложный, но уже гораздо лучше. Первый вариант — это найти такой газ, у которого не просто два уровня, у которого много уровней, соответственно, излучается много разных фотонов. Например, если у нас три уровня, то может быть переход между вторым и первым, между третьим и первым, между третьим и вторым уровнями. Соответственно, три варианта, три энергии, три каких-то длины волны. А думаю, если уж хоть немножечко касались рисования, то все знают, что любой цвет, в принципе, можно составить из трех цветов. Например, красный, желтый, синий, или красный, зеленый, синий. В общем-то, так же можно поступить и со светом. Если у нас будет красный свет излучаться, вместе с ним синий, вместе с ним зеленый, то вместе они, в принципе, дадут нам белый цвет. Не самый, это, конечно, лучший вариант, но тем не менее рабочий. И есть вещества, которые могут удовлетворить этому требованию. Например, ртуть. Вот у нас спектр ртути. Как видим, здесь у нас несколько горбиков, то есть в каждой вот этой зоне максимума, в холмике у нас происходит излучение. Как мы видим, у нас есть и в красной зоне излучение, и в желтой, и в голубой, и в синей, и в фиолетовый целых два. Соответственно, мы их, если они вместе у нас складываются, то в итоге ртуть в газонаполненной трубке светится практически белым цветом. В чем же здесь, казалось бы, минус? Но, во-первых, помимо всего этого, у ртути еще есть несколько вариантов излучения, точнее, вариантов переходов электронов, и в этих ситуациях уже излучается ультрафиолет. С одной стороны, это неплохо, потому что ультрафиолет можно использовать, и газонаполненные трубки с ртутью действительно используют, когда, например, для обеззараживания кабинетов медицинских. Там всегда говорят, светит ультрафиолетом, идет дисбактеризация. В общем, избавляются от всех бактерий, потому что ультрафиолет губителен для многих, практически для всех. И это как раз таки считается здесь и минусом, потому что если мы хотим освещать нашу жизнь ртутной лампой, то нам надо как-то этот ультрафиолет отсечь. Это, конечно, можно сделать, если покрыть лампу определенным покрытием, которое ультрафиолет пропускать не будет. Такое покрытие можно сделать, потому что есть вещества, у которых пропускаемость их зависит от длины волны непосредственно пропускаемого цвета. Они могут пропускать свет до определенного значения длины волны, а свет с еще меньшей длиной волны уже не пропускать. Но второй минус ртутной лампы, наверное, самый очевидный в том, что это ртуть, и причем газонаполненная трубка, то есть во время работы там практически пары ртути, которые, безусловно, являются очень-очень вредными. И международным сообществом было подписано документ, и очень многие страны под ним подписались, по которому изымаются ртутные лампы из общего пользования. Их нет в розничной продаже, их нельзя устанавливать в зданиях, в помещениях обычных людей, где живут обычные люди. Второй вариант, с помощью которого, используя газонаполненную трубку, можно освещать все белым светом, является менее очевидным и гораздо более трудным в объяснении. Но именно он используется как раз-таки в обычных, привычных нам лампах, которые вот рядышком со мной здесь все это время находятся. Используется явление люминесценции. В чем оно заключается? Если на что-то посветить, то оно будет само тоже светить. Конечно, полное объяснение, оно гораздо более строго, гораздо более правильное, но суть заключается именно в этом. Причем разделяют два вида люминесценции. Первый — это флуоресценция. То есть она очень быстро задухает. Пока мы светим, этот объект тоже светится. Мы убираем от него свет, и он светится, перестает. И такое явление встречается нам очень много где в жизни, даже больше, чем вы могли подумать. Но для начала, например, именно так проверяют купюры. В них вшиты некие знаки с использованием как раз флуоресцентных поверхностей. Когда мы светим на купюру ультрафиолетом, эти знаки светятся нам в ответ, и мы понимаем, что купюры настоящие. И другой интересный пример — это стиральные порошки. Наверняка все видели рекламу «Стиральный порошок отдельно для черного, стиральный порошок отдельно для белого». Так вот как раз-таки в стиральные порошки для белого часто добавляют тоже флуоресцентный порошок. В чем в итоге заключается суть? Как только мы постираем рубашку белую, надеем ее на себя, выйдем на солнышко, и нам кажется, как будто белее этой рубашки ничего просто в мире нет. Она настолько белая, настолько яркая, красивая и белая, что просто отвал всего. Но это просто флуоресцентный порошок. Солнце светит на рубашку, и это вещество в ответ тоже светит ярким белым цветом. Соответственно, разные материалы флуоресцентные, они могут реагировать на разный цвет, то есть, например, в купюрах реагируют именно только на ультрафиолет. И излучать тоже разный цвет. Фосфоресценция, думаю, из названия более-менее понятно, что долго не затухает. Почему из названия непонятно? Достаточно популярное произведение Шерлок Холмс, где была собачка, которую намазывали фосфором, и она светилась в темноте. Причем самый тут ключевой момент светилась в темноте, то есть ее освещали, и после этого долгое время продолжала она светиться. Здесь мы даже можем знать, если вы смотрели какие-то экранизации, что свет, он такой зеленоватый, то есть тоже свет, которым фосфоресцирует вещество, может быть самым-самым разным. Я бы с радостью объяснил, как работает непосредственно этот процесс, почему какие-то вещества светятся, если на них светить в это время или задолго после этого тоже светится. Но люди, которые использовали эти вещи, они сами не в силах были объяснить этот процесс, и он объясняется на самом деле квантовыми эффектами, и я думаю, что не стоит сейчас сильно углубляться в эту тему, потому что так лекция станет часа на три дольше. Поэтому мы просто примем, что такие вещества у нас есть, и как раз-таки мы можем использовать флуоресценцию для газоразрядных ламп. Что мы делаем? Мы берем газ, который излучает ультрафиолет, или близкий к этому, то есть по идее вредный для нас, но зато чем меньше длина волны, то есть чем более фиолетовый свет, тем в нем больше непосредственно энергии. И дальше лампочку как раз-таки покрываем этим флуоресцентным веществом. В итоге газ непосредственно в лампе по действиям электричества излучает ультрафиолет. Но этот ультрафиолет поглощается флуоресцирующим веществом и наружу он уже излучает свой собственный цвет. В нашем случае примерно белый практически, но мы еще поговорим, насколько он белый. И, соответственно, такие лампы, они находят применение. Они были громко названы энергосберегающими, хотя это, конечно, больше маркетинговый подход, потому что сейчас они уже не самые энергосберегающие. И очень широко везде используются. Думаю, такую лампочку точно каждый из вас видел. Итак, почему такой способ получения света лучше, чем лампа накаливания? Для начала у такой лампы гораздо дольше срок службы. Здесь уже нет какого-то вещества, какого-то твердого материала, который мы нещадно мучаем, нагревая до огромных температур. Здесь мы просто пропускаем электричество через газ. И, в принципе, весь срок службы ограничен именно уже деградацией этого газа. Но, как мы помним, газы используются инертные. Инертные газы практически ни с кем никогда не взаимодействуют. И практически всегда выход лампочки из строя обусловлен не деградацией вещества, а какими-то уже другими факторами, там, сломанным цоколем и так далее. Также у нее гораздо больше КПД, чем у лампы накаливания. Здесь уже нет огромного количества энергии, которая просто выделяется в инфракрасном диапазоне в виде тепла. Здесь мы сами можем контролировать, регулировать, какой именно свет у нас будет излучаться, и инфракрасный диапазон не трогать. В итоге эти лампы получаются в три раза в среднем экономнее, чем лампы накаливания. Во-вторых, свет этих ламп, он уже гораздо ближе к естественному. Я прям помню, когда у меня была ситуация, что в люстре было три ячейки для ламп. Одна была пустая, одна была с лампой накаливания, а другая с энергосберегающей, с газоразрядной. Без понятия, почему так получилось, но тем не менее, прям было видно, что одна лампочка желтая, особенно на фоне газоразрядной, видно, что лампа накаливания издает желтый цвет. газоразрядная лампа давала красивый, приятный, более-менее белый цвет. Ну и, наконец, помним про возможность, что мы можем создавать лампы разных цветов, используя разные вещества. Например, неоновые лампы хорошо подходят для рекламы, лампы с желтоватым цветом часто используются для выращивания растений, потому что вот им именно этот определенный теплый свет больше подходит. Ультрафиолетовые лампы для обеззараживания и так далее. В общем-то, основные моменты срок службы и КПД сильно выше, чем у ламп накаливания. Пользуемся газоразрядными лампами везде, всегда и больше ничего нового не придумаем. Но, естественно, не так это работает. У этих ламп тоже есть свои минусы, и некоторые из них достаточно критичны. Во-первых, газоразрядная лампа уязвима к перепадам напряжения. Вот этот срок службы до 15 тысяч часов, грубо говоря, срок такой будет, если включить лампочку один раз и никогда не выключать. Очень сильно на срок службы лампы влияет то, как часто ее включают и выключают, и то перепады напряжения, которые могут быть в сети. Мы еще немножечко поговорим о деталях, но сначала остальные минусы перечислить. Во-вторых, опасные компоненты. Вот именно даже в этой лампочке, которая конкретно, как на рисунке, используется практически везде или похожие на нее просто другой формы, даже они все равно содержат немножечко ртути. Ну, надо так, чтобы излучение было то, какое нам нужно, и свет был, какой нам нужен. А 3-5 миллиграмм ртути это не очень хорошо. От того, что вы используете эти лампочки, вам плохо не будет, тем более, если они исправны. Если же они повреждены, уже могут быть проблемы. Но, естественно, самая главная проблема это правильная утилизация этих лампочек. Наверняка вы знаете, что энергосберегающие лампы нельзя утилизировать просто в мусорный бак, так же, как батарейки. Но батарейки своя причина. Здесь причина именно содержащаяся ртуть по большей части. Ртуть это всегда очень большие риски и большие проблемы. По-хорошему бы делать вещи все-таки без ртути. Ну, и также резкая зависимость от напряжения именно в работе лампы никуда не девается. Здесь мы опять же поговорим об этом, когда разберем уязвимость к перепадам напряжения. Ну, и спектр лампы. Мы уже разобрались, что у лампы накаливание спектр в принципе сплошной, хороший, но, во-первых, в нем много инфракрасного, а во-вторых, он доходит только до желтого цвета. Это нехорошо. У газоразрядной лампы со спектром тоже не все так хорошо. Но давайте по порядку разберем минусы. Первый это уязвимость к перепадам напряжения. Здесь разберемся немножко, как работает лампа накаливания. Лампа накаливания нагревается по закону Джоуля-Ленца. И, соответственно, выглядит он как и квадрат r, либо же, если через постоянное напряжение в сети и сопротивление, u квадрат делить на r. В сети у нас постоянное напряжение, а вот r здесь написано как зависящее от t, потому что действительно сопротивление от температуры зависит. С одной стороны, нам кажется, что мы можем подавать напряжение, у нас бесконечно будет нагреваться лампочка, и тепла будет выделяться все больше и больше и больше и больше, и она бы нагревалась бесконечно долго до бесконечных температур. Но так не работает, потому что чем горячее тело нагрева, то есть вольфрамовая нить, тем больше сопротивление. И по формуле мы видим, что чем больше сопротивления, тем меньше выделяется тепла. Соответственно, с нагревом тепла выделяется все меньше, меньше и меньше. А учитывая, что при этом тепло еще постоянно отводится в окружающую среду, в какой-то момент количество выделяемого тепла и количество отводимого тепла становятся одинаковыми, и лампочка остается с определенной температурой, с определенным свечением. И по сути это можно сделать с любым напряжением. То есть да, лампочка будет светиться ярче или более тускло, но она будет светиться, не выходя из строя при относительно любом напряжении. С лампой газоразрядной все, конечно же, не так хорошо. Здесь у нас стоит несколько задач. И причина у них следующая. Когда мы хотим, чтобы лампа работала, что мы делаем? Мы подаем достаточно высокое напряжение для того, чтобы пробить газ. По сути пустить ток по газу, ну не самая простая задача, хотя по сдавленному, инертному достаточно хорошо это можно сделать. После того, как у нас электроны повзаимодействовали с молекулами газа и в итоге замкнулось от одного электрода к другому течение тока, если мы оставим все как есть, то у нас будет за счет этого увеличиваться напряжение, еще сильнее расти ток, и так друг за другом, и в итоге это будет просто расти, пока ничего не сломается. Пока что-то не сломается. Как итог, после того, как мы подали высокое напряжение и пустили, пробили газ, пустили электрический ток, нам нужно обязательно уменьшить напряжение до определенного значения. Конечно же, никто не будет стоять и рукой это делать. Для этого нужна определенная программка, механизм, какое-то, в общем, дополнительное обеспечение, дополнительный механизм в лампу. Это же сразу же накладывает дополнительные затраты и дополнительные места, где лампа может сломаться. То есть еще и вот этот механизм может у нас сломаться. Опять же, из-за того, из-за этой специфики работы, если лампочка сделана для розетки 220 вольт, только туда мы можем ее применить, чтобы она нормально работала. Это даже нашло отражение в производстве лампочек. Наверняка вы можете знать, что в Соединенных Штатах напряжение в сети не 220, как у нас, а 110. И поскольку одна лампочка рассчитана на 220, никак не может работать в цепи 110 и наоборот, использовались прям разные цоколи для лампочек 110 вольт и для лампочек 220, чтобы случайно никто не воспользовался лампочкой не там. Ну и в итоге, да, мы сами хорошо можем корректировать напряжение, чтобы все отлично работало, но в сети иногда бывают перепады напряжения, и вот они в итоге очень чреваты, потому что, ну, к ним сложно подготовиться, к ним можно подготовиться, но все равно они будут оказывать определенное влияние. Есть стабилизаторы, которые скачки напряжения нивелируют, но не полностью и не на 100%. Таким образом, лампа накаливания в этом плане проще, а с газоразрядной очень сильное влияние от напряжения. Теперь посмотрим на следующую проблему, взглянем на спектры лампы накаливания и газоразрядной лампы. Сверху у нас спектр лампы накаливания. Ну, мы видим, что у нас сплошная картинка, практически радуга. А снизу спектр газоразрядной лампы. Как я и говорил, конкретные переходы между уровнями энергии у электронов, конкретные длины волн, и в итоге получается, что у нас спектр вот такими вот полосками. Посмотрим на спектр, но уже не в виде картинки, а в виде графика, где явно видно. Снизу линейка, где у нас видимый спектр, и сразу видно вот этот большой холм, который вот этот. Это лампа накаливания. Мы видим, что очень большая область у нас вообще за пределами красного света, то самое, где мы теряем очень много энергии. И в принципе сплошной спектр. Дальше постепенно он уменьшается у нас интенсивность к фиолетовому свету. Здесь как раз мы видим, что прям нормально, ярко светит, именно красный, желтый, чуть-чуть зеленый, а синий, фиолетовый уже очень мало, поэтому свет от лампы накаливания желтоватый. А вот эти острые пиками, это уже спектр газоразрядной лампы. И мы видим, что да, здесь есть фиолетовая полоска, есть зеленая полосочка, желтая полосочка, красные полосочки. Все вместе в сумме они нам белый свет дадут. Но это будет не настоящий белый свет. Опять же, это не как у солнышка. У солнышка вообще сплошной спектр. Все там есть, все на большом уровне. В итоге чем это чревато? Во-первых, лампочка может светить вроде белым светом, но вы будете смотреть на предметы, и вы будете видеть не тот цвет, который они на самом деле должны давать при дневном свете. Во-вторых, опять же, проблемы со спектром, они всегда чреваты для наших глаз. Ничего хорошего нет, если все время жить при освещении, когда спектр вот такой, линейчатый, когда присутствуют только отдельные компоненты спектра. И это на самом деле минус газоразрядной лампы, который очень сложно и нельзя никак убрать, нивелировать. То есть, как мы видим, у газоразрядной лампы много преимуществ по сравнению с лампой накаливания, но тем не менее минусы достаточно сильные, явные, которые никак нельзя игнорировать. Поэтому, опять же, развитие осветительных приборов на этом не остановилось. И дальше в ход вступает такая вещь, как полупроводники. Многие говорят про электронику, что полупроводники — это любая вещь сложнее транзистора. То есть, никакая электроника без полупроводников не обходится. В том числе и следующий вид ламп, которые сейчас активно вводятся в эксплуатацию. Мы с вами плавно переходим, ну, может и не очень плавно, к светодиодной лампе. Но прежде чем мы разберемся, как работают светодиоды и светодиодные лампы, нам придется немного разобраться в том, что вообще такое полупроводники. И сейчас, опять же, будет схематично в очень упрощенном виде, но для того, чтобы было понятнее всем и каждому. Полупроводник — это, как правило, какой-то твердый материал. И твердый материал состоит из молекул. Вот у нас опять ядро, и вокруг него электронные уровни. Обращаю внимание, что они обозначают не столько расстояние до ядра, сколько энергию, которой обладает электрон на каждом уровне. И вот пусть у нас вещество состоит из, ну, естественно, не пусть, оно всегда состоит из многих молекул, и эти, они все находятся далеко друг от дружки. В таком случае электроны от одной молекулы не могут просто так перебежать к другой молекуле. Такое вещество электрический ток проводить не будет, потому что электроны свободно перемещаться не могут. Такие вещества называются диэлектриками. Помимо диэлектриков у нас есть проводники. Это материалы, у которых структура такая, что электроны спокойно могут перемещаться между молекулами, потому что их энергетические уровни перекрещиваются друг с другом. Соответственно, электрон вот так спокойно может между ними бегать и гулять. Но здесь не только два вида материала существуют. Бывает нечто среднее, когда все еще есть некое пространство, некое значение энергии, которое нужно пересечь, чтобы перескочить от одной молекулы к другой, но оно при этом достаточно небольшое, относительно небольшое. Что в таком случае происходит? По идее, электроны на оболочках не обладают достаточной энергией, но они могут получить эту энергию откуда-то и, в принципе, способны от одной молекулы перескакивать к другой. А если мы приложим к этому руку, то есть как-то будем намеренно сообщать энергию, то у нас может, в принципе, и протекать полноценно электрический ток в таком материале. Так вот, такие материалы называются полупроводники. И как раз-таки из-за того, что мы можем самостоятельно регулировать ток, насколько хорошо они будут проводить электрический ток, они нашли очень-очень широкое применение в электротехнике. Итак, что же делают с этими полупроводниками? Здесь мы разберем такую штуку, как PN-тип. Ну, в общем, есть полупроводники разных типов. По сути, чем характеризуются полупроводники? Тем, что у них могут быть свободные электроны, условно свободные, либо же, наоборот, может быть место, где отсутствует электрон, который, по идее, там должен быть, чтобы заряд был нейтральный. Так вот, этот отсутствующий электрон можно представить в виде дырки. И дырка — это полноценный физический термин. Соответственно, электрон имеет отрицательный заряд, дырка имеет положительный заряд, потому что это место, где электрон, по идее, должен быть отрицательным. Но если мы его берем, то там останется избыток положительного заряда. Так вот, берется два полупроводника, и в них добавляются примеси. Таким образом, что хотя общий заряд остается, ну, электронейтральное тело, в нем плюса столько же, сколько минуса, но, тем не менее, в нем дырок больше, чем электронов. Такой полупроводник называется полупроводником P-типа, от слова позитив. Соответственно, можно сделать и наоборот. Другая примесь сделает так, что электронов получится больше, чем дырок. Это будет полупроводник N-типа. И самое интересное происходит, если мы их прислоним друг к дружке. С одной стороны, в красном у нас больше дырок, в зеленом, в синем, в голубом у нас больше электронов. И элементарный процесс диффузии, все у нас стремится перемешаться, чтобы было равновесие. Соответственно, электроны перебегают из синей области в красную, и дырки с электронами взаимодействуют, и получается, друг друга уничтожают. Ну, не то, что уничтожают, а взаимодействуют друг с другом, и в итоге получается просто, ну, ничто. В дырку добавили электрон, а они уничтожаются вместе. И, соответственно, наоборот, положительный заряд дырки переходит слева направо. Но это, казалось бы, происходило бы бесконечно, и в итоге все дырочки и электрончики у нас бы друг с другом перевзаимодействовали. Но это все у нас, если происходит, это происходит, конечно же, на границе, и в итоге получается, что в синей области, на границе с красной, у нас электроны с дырками повзаиму уничтожались, но электронов было больше, чем дырок, и в итоге остались только дырочки положительно заряженные. В итоге у нас скапливается здесь, по сути, положительный заряд. Аналогично происходит в полупроводнике P-типа. Там, в общем-то, заряд электронейтрален, но из-за того, что дырок больше, их больше аннигилировалось, и осталось больше отрицательного заряда. И в итоге диффузия прекращается, потому что помимо диффузии, направленной, по сути, слева направо, если мы говорим от положительного к отрицательному, у нас возникает электрическое поле, которое направлено справа налево. И вот в таком состоянии полупроводники у нас остаются. Соответственно, мы можем регулировать размеры этой области и силу электрического поля, если этот полупроводник теперь подключим к электрической цепи. Таким образом, меняя, например, проводимость этой структуры и так далее. Но опять же, сейчас мы не будем углубляться в то, как используются полупроводники. Сейчас нам интересно, как они используются для того, чтобы освещать все нам вокруг. Так вот, дело в том, что как и в газоразрядных лампах, где при переходе электрона с конкретного уровня на другой конкретный уровень излучается конкретное количество энергии, здесь происходит то же самое. Конкретный полупроводник конкретного N-типа с конкретными, очень много слова конкретно сегодня, электроном, и полупроводник P-типа с такой же конкретной дыркой. Эти дырки и электрон друг с другом взаимодействуют и уничтожаются. И у нас излучается, ну, соответственно, электрон и дырка по отдельности обладают какой-то энергией. Когда они друг с другом взаимодействуют, это более удобное состояние, это более логичное. Всегда проще, если будет нейтральный заряд, чем отдельно отрицательный, отдельно положительный. Соответственно, из-за этого выделяется энергия. Опять же, как и в газоразрядной лампе в виде фотона. Опять же, в виде фотона абсолютно конкретной энергии. Соответственно, мы можем подобрать конкретный полупроводник P-типа, конкретный полупроводник N-типа, подключить их к электрической сети, чтобы происходили эти процессы, и у нас выделялись фотоны конкретной энергии с конкретной длиной волны и с конкретным цветом, как мы уже выяснили, когда говорили про газоразрядную лампу. Но в чем же здесь самая главная загвоздка-то получилась? Когда поняли, как это все работает, то достаточно быстро сделали светодиод красного цвета и зеленого цвета. И все было хорошо. Но чтобы получить белый цвет, надо хотя бы три. И оставалось сделать светодиод синего цвета. Здесь вмешалась, грубо говоря, природа. Дело в том, что полупроводников, то в принципе, я вот говорю, подобрать-подобрать, но полупроводников не так уж и много. Их не так легко регулировать, как смеси газов, давления и так далее. Есть даже вот такая карта, грубо говоря, полупроводников. Вот здесь, в принципе, все возможные полупроводники. Опять же, что здесь по осям отложено? Снизу это постоянные решетки. То есть полупроводник — это твердое тело, это кристалл. Постоянные решетки, грубо говоря, это расстояние между двумя молекулами в этой решетке. По вертикали запрещенная зона. Это как раз-таки и есть та энергия, которую электрону надо преодолеть, чтобы взаимодействовать с дыркой и выделить энергию. То есть запрещенная зона в виде электрон-вольт и показывает нам ту энергию, которая излучается. И как видим, здесь отложена такая радуга. Красный, желтый, ну, по идее, зеленый, голубой и фиолетовый. Нам нужны именно те полупроводники, у которых запрещенная зона соответствует энергии с синим цветом. То есть запрещенная зона соответствует фотону с длиной волны синего цвета. И мы видим, что здесь таких у нас три штуки. Нитрит галия, СС и еще один слева. Соответственно, в общем, три полупроводника, три вещества всего лишь, которые нам могут теоретически подходить. И, соответственно, пошли ученые пытаться из этих полупроводников сделать диоды. Что у них получилось? Для начала не подошел первый вариант. По какой причине? Дело в том, что вот этот переход электрона через запрещенную зону, то есть энергия, которую электрону нужно сообщить, чтобы он перешел от своей молекулы в общее пользование, зависит не только от просто энергии электрона, но еще и от его импульса конкретно. А импульс — это вектор, то есть еще и от направления. И в итоге, чтобы совершить переход, который соответствует синей длине волны, надо, чтобы поменялась не только энергия электрона, но и его импульс. Все эти процессы, они носят вероятностный характер. И вероятность того, что какая-то одна вещь произойдет, она может быть и большая. Но вероятность того, что у нас и импульс поменяется, и энергия, уже гораздо-гораздо меньше. В итоге КПД диодов, которые делали из этого материала, составлял меньше десятой доли процента. А это, ну, очень-очень мало, потому что, в принципе, красный и зеленый светодиод, они очень эффективно светили, и все было хорошо. Это быстро стало понятно, поэтому дальше большее количество времени уделялось именно второму варианту, который мы, к сожалению, тоже с вами зачеркиваем. В нем уже вероятность того, что электрон перейдет в спрещенную зону, взаимодействует с дыркой и выделится фотон, больше, потому что никакого изменения импульса не надо, но здесь проблемы возникли совершенно в других местах. Чтобы все это работало, к полупроводнику нужно, естественно, подвести электричество, то есть присоединить к ним проводники. Но проводники — это всегда, конечно же, металлы. И оказалось, что на этой зоне контакта полупроводника и металла теряется, ну, очень-очень много энергии. В принципе, полупроводник этот мог работать при напряжении около 2,8 вольт, но работал только при 10 вольтах. То есть в 3 раза больше необходимо было прикладывать энергии, чем, по идее, хотелось бы и нужно было. И удалось потом это опустить до 4,5 примерно вольт, но это все еще много, это все еще неэффективно. Так, плюс ко всему и очень быстро этот полупроводник выходил из строя. Диод должен светить долго, но если мы делаем мощный диод синего цвета из этого материала, то его время жизни составляло порядка 20 секунд. Прибор, ни один прибор практически не имеет смысла, если он не может работать больше 20 секунд. Поэтому этот вариант тоже сразу отпал. И получилось, что остался только один претендент на роль синего светодиода, в который, в принципе, изначально никто не верил. Но никто не верил, потому что там были некие проблемы. Что вообще за проблема? Из нитрита галия, по сути, хочется сделать полупроводник. Но чтобы получился не просто кусок полупроводника, не просто диод, а прямо цветодиод, который будет красиво, ярко светить, нужно, чтобы вот эта структура кристаллическая была очень четкой, очень красивой, ровной, без каких-то изъянов. Поэтому, когда изготавливают полупроводники, в принципе, что делают? Берут некую подложку, то есть изначально слой красиво упорядоченных молекул, и потом на ней слой за слоем выращивают уже слои вот этого полупроводника. Так вот, проблема как раз-таки заключалась в следующем. У подложки и у полупроводника, который хочется выращивать, должна быть одинаковая постоянная решетка, то есть одинаковое расстояние между молекулами. Потому что в противном случае, если мы возьмем подложку, у которой молекулы близко друг к другу, и попробуем вырастить на ней полупроводник, у которой, в принципе, молекулы должны быть подальше друг от друга, то получится вот такая неприятная вещь. То есть вот у нас снизу была подложечка, на ней мы выращиваем, но то, что мы выращиваем, молекулы там хотят находиться дальше. Поэтому они пытаются растягиваться, и в какой-то момент появляется вот такой вот дефект. Лишняя, грубо говоря, молекулка. И она дальше идет вверх. И для светодиода такие моменты очень-очень критичны, потому что все должно быть красиво и ровно для того, чтобы эффективно работали, для того, чтобы эти вероятностные процессы происходили с достаточно большой вероятностью, то есть их происходило много, много фотонов излучалось и много чего светилось. Казалось бы, нужно вырастить этот нитрит галия, сделать подложку из нитрида галия и на нем же и выращивать. Так вот, подложки из нитрида галия никто не делал особо. Ну вот, видимо, сложно их, неудобно или никому не нужно. Окей. Тогда какие-то другие подложки можно было бы взять, но, как мы, опять же, можем здесь видеть, мало какие материалы имеют такую же постоянную решетку, как нитрит галия. Соответственно, что здесь делать? Ну, ученые попробовали схитрить. Взяли просто сапфировую подложку, не то чтобы она прям хорошо подходила, и стали на ней выращивать слои нитрит галия. Они, так сказать, промежуточные, чтобы постепенно решеточка стала как нитрит галия полностью, а потом уже на ней красивый полупроводник выращивать. Но, к сожалению, количество дефектов все равно оставалось очень большим. Вот так это все получалось. Возможно, вам здесь немногое понятно, но то, что вам точно здесь понятно, что некрасиво и неровно. А для идеального светодиода должно быть красиво и ровно. Сначала сапфир вот растет, и потом на нем выращиваются эти слои. Все оказалось ужасно. Куча дизлокаций. То есть, когда не в том месте, где нужно, находятся у нас молекулы, и, соответственно, за этим по цепочке все вверх так плохо идет. Разного размера у нас ячейки и так далее. Это проблема, которую нужно было решать. А оказалось, что, в принципе, и вот так все в итоге работает хорошо. И, опять же, сложно объяснить, почему и так все работает хорошо. Здесь это связано непосредственно с нитридом галия. Во-первых, с тем, как, в принципе, у него работает взаимодействие молекул. Во-вторых, также с тем, какие дефекты получаются здесь, потому что здесь дефекты в основном получаются нитевидные. То есть, они вот начинаются прямо от сапфира, и они идут вверх прямо до самого конца. И за счет этого они практически не вносят каких-то проблем, не создают каких-то проблем для, в итоге, PN-перехода. Ну, то есть, для вот этого пересечения электронов запрещенной зоны, взаимодействия с дыркой, выделения фотона. И в итоге, большая проблема по красивому выращиванию полупроводника из нитриды галия отсеялась быстро сама собой. Конечно, была еще одна проблема. Мы помним, что полупроводники должны быть P-типа и N-типа, и чтобы создать из нитриды галия полупроводник P-типа, в него добавляли магния немножко. Вот. Только так получалось, что, ну, судя по всему, по расчетам, как раз-таки добавление магния должно было сделать нитрид галия полупроводником P-типа, то есть, у которого дырок больше, чем электродов. Но почему-то не вел он себя, как полупроводник P-типа. Разбирались, почему это происходит, и поняли, что может исправить эту ситуацию облучение этого кристалла пучком электронов с низкой энергией. Окей. Это люди делали, но после того, как добавляется магний, и как нам, получается, приходится теперь облучение пучком, необходимо провести отжиг материала. То есть, это когда мы берем кристалл, мы его нагреваем и остужаем. За счет этого укрепляется структура кристаллической решетки, чтобы вот она оставалась дальше неизменной. Но так получалось, что это делали в одном веществе, уже принятом, но после отжига снова переставал этот полупроводник себя вести как полупроводник P-типа. Как будто вот просто обычный. А это очень плохо. Стали думать, стали пробовать разные варианты, и поняли, что то вещество, которое использовали до этого, оно не подходит. Потому что оно нарушает, опять же, там водородные связи. Не водородные связи, а как раз таки водород реагирует с этими лишними дырками, которые благодаря магнию появляются, и в итоге нейтрализует их, и все. Никакого полупроводника P-типа нет. И стали использовать вместо этого вещества азот. То есть, опускать в азот, нагревать, остужать. Мало того, что это помогло, и все, теперь полупроводник ведет себя как полупроводник P-типа, так еще и оказалось, что если отжигать в азоте, то и не нужно перед этим облучать пучком электронов. Все и так работает. Просто отжиг в азоте. Я не знаю, как до этого доходили. Это очень долгий был процесс, но в итоге эту проблему тоже решили. Добавление магния, отжиг в азоте, и все, полупроводник P-типа из нейтриды галия у нас готов. Конечно, там был еще ряд неких трудностей, которые нужно было решить, но они уже не сопоставимы с сложностью и с степенью влияния на эффективность, с двумя проблемами, о которых я вам рассказал, и которые решили. В итоге вот так сквозь пот и слезы все-таки смогли создать светодиод синего цвета. Очень сложный и трудный процесс, за который абсолютно заслуженно получили Нобелевскую премию. В свое время это ученые из Японии, они большие молодцы. Казалось бы, просто сделать, грубо говоря, синюю лампочку, но это очень сложно, очень важно, они это сделали. Нобелевская премия заслуженно лежит им. И теперь у нас есть светодиоды красного, зеленого, и, что самое главное, синего цвета. Объясню еще, почему, что самое главное. И теперь мы спокойно можем создавать белый цвет. И здесь, опять же, как из этих светодиодов теперь сделать лампочку? Ну, первый вариант — это RGB светодиоды. Почему RGB? Потому что red, green, blue — красный, зеленый, синий. Вот видите, такой маленький светодиодик, и к нему идет 4, у него 4 выхода, то есть 4 провода. По одному идет просто внешнее напряжение. А три остальных отвечают за красный, зеленый и синий. Соответственно, можно регулировать напряжение, которое идет через соответствующие провода, и регулировать свет. То есть в этой стекляшке там три отдельных светодиода — зеленый, синий и красный. Включить все — будет белый цвет. Включить больше красный, включить только красный и синий — будет фиолетовый. Так можно регулировать и, в принципе, получить любой цвет из этих трех. У меня, например, в комнате вокруг обклеена лента из таких светодиодов, и с помощью пульта можно спокойно включить абсолютно любой цвет из этих трех. Но уже здесь мы понимаем с вами, что, опять же, у нас белый цвет составляется из трех, значит, это линейчатый спектр, значит, это не очень хорошо. Но есть второй вариант. Это светодиодные лампы, которые вот так используются. Каждая кругляшка — это светодиод. Но все это светодиоды одинаковые, и здесь нет разных цветов. Основное здесь заключается вот в этой белой, вот в этой белой штуке, ну или вот здесь можно показать вот это белое. Мы здесь снова возвращаемся к тому, к чему пришли, когда были газоразрядные лампы. Это опять материал, который является флуоресцентным. То есть у нас под лампочкой светодиод, который светит чисто синим цветом. Синий цвет, он, синий фиолетовый цвет, они самые крайние, самая маленькая длина волны. Такой свет обладает максимальной энергией, поэтому лучше всего здесь подходит. Этот свет попадает на флуоресцирующую поверхность, и наружу получаем мы снова белый, приятный для глаз цвет. Вот так вот работает светодиод и светодиодные лампы. Очень трудный и долгий был процесс по их разработке, но тем не менее все получилось. Теперь давайте посмотрим, а стоило ли оно и того. Определенно стоило. Да, кстати, вот спектр. Здесь уже сравнивается снова с привычным нам спектром лампы накаливания, черная линия. Спектр светодиодной лампы, которая как раз таки с флуоресцентной поверхностью. Мы видим здесь на графике, слева направо, что сначала у нас тонкая линия. Это вот тот самый фиолетовый-синий цвет, который излучает непосредственно светодиоды. Здесь три разные светодиодные лампы, но, как мы видим, они повторяют практически друг друга. И дальше идет еще один большой кусочек, который захватывает практически весь оставшийся спектр. Это уже флуоресценция от стекла, которая поверх этих светодиодов надета. То есть здесь практически сплошной спектр. Есть небольшая ямка в области вот прям синего такого цвета. Но этот синий цвет, он самый, в принципе, неприятный для глаз, поэтому не страшно, что он немножко выпадает. Ну так вот, а теперь, стоило ли все эти затраты производить, чтобы получить светодиодные лампы? Конечно, да. Во-первых, срок службы светодиода очень сильно больше, чем у накаливания и у газоразрядных ламп. До 1000 часов в некоторых источниках пишут. Это связано с тем, что в светодиодной лампе практически нечему ломаться. Это просто монолит-полупроводник, который подключен к источнику внешнего напряжения. И все, остальное все делает уже кристаллическая структура материала за вас. Там нечему практически ломаться. Очень долгий срок службы. Дальше КПД на 80% эффективнее, чем газоразрядные лампы. Во-первых, энергия здесь никуда не пропадает. Мы, опять же, по спектру видим, что весь свет у нас, все излучение в видимом диапазоне. Ничто не нагревается, а даже газоразрядные лампы нагреваются, светодиод практически не нагревается. Потому что они обладают очень маленькой поверхностью, и там нечему сильно нагреваться. Также светодиод безопасный. В лампе на калии мы нагреваем до 2000 градусов тоненькую нить. В газоразрядной лампе мы пускаем электричество практически через ртуть, ну, грубо говоря. В светодиоде, опять же, никаких выделений, все хорошо. И в плане утилизации тоже это просто кристаллик, нитрит, галлия, ну, если в случае синего светодиода. То есть безопасно. Там просто нечему быть вредным. Высокая цветопередача. Опять же, по спектру мы видим, что практически сплошное излучение, практически только в видимом диапазоне света. И плюс к этому мы можем регулировать свет. То есть, используя первый вариант, мы можем при помощи смешивания RGB получать, опять же, любой цвет. Ну, и прочность. Лампа накаливания легко, если разбить стекло, что, в принципе, несложно сделать, она уже будет, ее нельзя использовать, слишком горячо. Очень легко мне рвется, перегоряет нить. В газоразрядной лампе, думаю, очевидно, что ее целостность нарушать ни в коем случае нельзя. В светодиодной лампе сложно сломать маленький этот диодик. А стекляшку сверху, ну, это не прям стекляшка, это флуоресцентное вещество, его повредить тоже сложно, потому что это не стекло, это скорее пластик. Пластик, он не такой хрупкий. Ну, и если мы говорим уже о минусах светодиодных ламп, то это разве что только высокая цена. Конечно, еще в минусы можно вписать, что там тоже есть некая зависимость от напряжения, но здесь, как и в случае с газоразрядной лампой, и плюс, и минус одновременно. Во-первых, эта лампа точно так же, как и лампа накаливания, может, в принципе, работать от любого напряжения, просто будет более или менее ярко светить. Вот, конечно, если сильно большое напряжение подать, то уже будет перегрев. Но или у нас лампа накаливания перегревается при штатном решении работы, либо светодиодная лампа не перегревается, если подавать то напряжение, на которое она и рассчитывает. В итоге единственным очевидным минусом является цена. Светодиодные лампы все еще дороже сильно, чем остальные. Но по количеству плюсов мы видим, что они явно эффективнее, явно лучше, а, соответственно, на них будет спрос, и люди будут совершенствовать, мы будем совершенствовать процессы их изготовления, процесс изготовления сырья для их изготовления, и в итоге цена на них будет падать, и все будет хорошо. Это максимум, до которого дошла сейчас промышленность изготовления средств освещения. И, в принципе, в ближайшее время не наблюдается какой-то революции очередной, как было сначала лампы накаливания, потом газоразрядные, потом светодиодные. Можно сказать, что это практически идеал. Но, опять же, мы живем во время быстрого развития, и, может, сейчас я это говорю так, а через 10 лет все уже будут называть светодиодные лампы старьем, а освещать будут чем-то, что мы сейчас даже представить не можем. Но у нас есть время, чтобы это увидеть или увидеть, что этого не произойдет, поэтому ничего страшного. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию. Надеюсь, что вам было интересно, по крайней мере, мне было очень интересно все это рассказывать и познавать. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok